Музыкальный продюсер, создатель петербургского клуба «Ионотека» Александр Ионов прокомментировал скандал 17-летней девушкой-трансгендером, которую не пустили в заведение сотрудники охраны. Он написал в ВКонтакте во вторник, 10 июля, что произошедшее «мелкое проявление человеческого невежества». Сейчас людям пытаются навязать историю о том, как охранник Иона Теки, взрослый русский мужчина, в присутствии коллег и посетителей просил девушку поднять юбку и показать свой половой член. «Это совершенно невероятная история, в которую могут поверить лишь очень недалекие люди», — заявил Ионов. Он отметил, что его поддержали многие представители нетрадиционной ориентации, которые беспрепятственно посещают клуб. Помните, когда в следующий раз в России убьют или покалечат гея, лесбиянку или трансгендера? Это случится не в Ионотеке, а в нашей стране, где начисто отсутствует какое-либо понимание ЛГБТ-вопроса? Подчеркнул Ионов, накануне в сети разразился скандал за поста Лизаветы Богдановской, сообщившей о том, что охранники Иона Теки унизили несовершеннолетнюю девушку-трансгендера Мелиссу Салихину, заставив ее задрать юбку и назвав монстром на входе в заведение. Богдановская опубликовала скрины беседы Салихиной с Ионовым, на которых создатель клуба посочувствовал девушке, однако отказался влиять на охранника. Больше ады странных новостей в телеграм-канале «Лента Дна». Подпишись.